Добрый вечер! В Украине 20.00 в эфире подробности. О главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Битва за надежду продолжается. Второй день митингов и акций в поддержку украинской пленницы. Тень на шлеме. Погубит ли допинг-тест карьеру экспертной ракетки мира Марии Шараповой? Самопальный блокпост. Кто пиарится на новой волне транзитной блокады в Ольбовской области? Ночная перестрелка на крымской границе. Почему полицейские открыли огонь по бойцу Айдара? Спасите мою дочь. Такими словами мать Надежды Савченко обратилась к мировым лидерам. Идет пятый день сухой голодовки украинской летчицы. В каком состоянии пленится и получат ли украинские врачи возможность осмотреть Надежду? Подробнее Анна Каменева. Я уже забыла, что такое сон. Переживаю за свою дитину. Допоможите ей выйти из этой тюрьмы. Она 3 березня оголосила сухую голодовку. А это уже 5-6 дней и грозит закинчением життя. Это обращение мамы Надежды Савченко к мировым лидерам. Мария Ивановна держит в руках лист бумаги с надписью «Спасите мою дочь». Несколько дней назад с той же просьбой она лично обращалась к украинскому президенту. Петр Порошенко написал об этом на своей страничке в фейсбуке. И пообещал сделать все возможное и невозможное для освобождения Надежды. Сегодня в первой половине дня с летчицей в СИЗО полтора часа разговаривали украинские консулы. Утверждают состояние Савченко без изменений. Такое же, как и вчера. Накануне консулы, общаясь с Надеждой, отметили, сухая голодовка уже отразилась на ее здоровье. У Савченко периодически возникает тахикардия, отекают ноги, нарушена терморегуляция. И сегодня же из Киева в Ростовскую область выехали украинские врачи. Мобильная бригада из трех лучших специалистов. Как сообщила в фейсбуке НРД Перина Геращенко, от российских властей удалось добиться обещания, что завтра наших медиков допустят к Савченко. А сегодня в Москве на одной из остановок появился плакат в поддержку украинки. Пока единственный. Новость о нем сразу же разлетелась в соцсетях вместе с видеообращением мамы Надежды. Прошу вас допоможить, выручьте из тюрьмы, прикладите все силы. Анна Каменева, Елена Механик, подробности телеканал Интер. Второй день подряд по всему миру проходят акции в поддержку украинской летчицы. Кто не побоялся выйти с плакатами в России и чего требуют активисты в Украине, расскажет Ольга Теребинская. С плакатами и флагами в поддержку Надежды Савченко более 300 столичных активистов прошли маршем от Минобороны до посольства России. Требовали отпустить летчицу на свободу. Среди митингующих и луганская журналистка Мария Варфоломеева, которую недавно освободили из плена боевиков. Это очень важно, эта поддержка для нее. Я просто понимаю, что если они будут ничего делать, то у нее ничего не получится. Это, конечно, ужасный способ, это очень дорогая цена, наверное. Иначе она никак. В посольство передали петицию от нардепов и активистов на трех языках с требованием освободить Савченко. Работник дипмиссии петицию принял и обещал до вечера передать руководству. Около ста активистов собрались сегодня и возле представительства Евросоюза. Наша мета – это обратить внимание к проблемам украинских политвязей в российском полоне. В частности, Надея Савченко. ЕС – это одна из эффективнейших установок, которые реально помогают нашим украинским сообществам. Маленькая Аня пришла сюда с родителями и приготовила в подарок для Наде песню. Надеется, она ее услышит. Бесрочная акция в поддержку Надежды Савченко и в Запорожье. Более сотни активистов снова собрались на площади Героев Майдана. Колонной прошли по Центральному проспекту. Обратились к Надежде с единственной просьбой – бороться и не сдаваться. А главное – сохранить свою жизнь. Нам нужно бороться за то, чтобы Надя прекратила сухое голодование, чтобы она жива, чтобы она жива, повернулася в Украину. Во Львове в поддержку Наде вышло несколько сотен человек. Спели гимн Украины и маршем прошли к российскому консульству. Я на ней пишусь, она надает очень большой чудовий приклад для партнеров, чтобы они не зламывали свой дух. На здании консульства России активисты прикрепили портреты Надежды. К ним никто из дипломатов не вышел. Сегодня праздник. Активисты уверяют – придут сюда и завтра. А вот в Москве мирная акция закончилась задержаниями. Около ста человек вышли на Триумфальную площадь с цветами и плакатами. Но правоохранители заявили – митинг не санкционированный. И арестовали до 30 демонстрантов. Напомню, вчера с призывом повлиять на освобождение Надежды Савченко к европейским лидерам обратились деятели культуры и науки со всего мира. Если вчера под открытым письмом было около 2000 подписей, то сегодня уже почти 5000 из более чем 20 стран. Среди них лауреаты Нобелевской премии, известные политики, писатели и ученые. В своем послании они пишут – спасение Надежды – это проверка эффективности международной дипломатии и европейских ценностей. Ольга Теребинская, Павлина Василенко, Галина Якушко, Сергей Бордюжа, Сергей Коваль. Подробности – телеканал Интер. Признать Надежду Савченко военнопленной призвали члены русского пенцентра, неправительственной организации, объединяющей писателей, поэтов и журналистов. В своем обращении они требуют прекратить судебное преследование украинской военнослужащей и отмечают, что Савченко должны включить в процесс обмена военнопленными в соответствии с минскими соглашениями. Творческая интеллигенция России убеждена, что все следователи, свидетели, прокуроры и судьи, которые фальсифицировали дело Савченко, сами должны оказаться на скамье подсудимых. Напомню, свои подписи уже поставили несколько сотен человек. Среди них лауреат Нобелевской премии Светлана Алексеевич, Виктор Шендерович, Людмила Улицкая, Владимир Сорокин, Григорий Чхартишвили и Лев Шлозберг. Судьбой надежды Савченко обеспокоен и вице-президент США Джо Байден. Он просит Россию сделать правильный выбор, снять все обвинения и немедленно освободить неправомерно задержанную украинскую летчицу. Вице-президент отметил смелость надежды, которая, по его мнению, за прошедшие 20 месяцев стала символом украинской национальной гордости и силы. Также Байден подчеркнул, что 8 марта, в день, когда мир почитает всех женщин, боровшихся против несправедливости, мировая общественность должна оказать поддержку надежде и всему украинскому народу. С призывом немедленно освободить Савченко выступил и госсекретарь США Джон Керри. Он заявил, что этим судом Москва демонстрирует пренебрежение минскими соглашениями. Но вот Мария Захарова, официальный представитель МИДа России, на своей странице в Фейсбук назвала заявления Керри нелепыми, поскольку якобы в минских договоренностях ни слова о Савченко нет. И тем не менее, в МИД Франции отметили, что в минских соглашениях есть пункт о запрете подвергать длительному тюремному заключению незаконно удерживаемых лиц, к которым и относится Савченко. Поэтому официальный Париж также присоединился к поддержке украинской пленницы и требует от Москвы ее скорейшего освобождения, подчеркивая при этом, что состояние здоровья, надежды вызывает глубокое беспокойство. На линии соприкосновения в Донецкой области возобновились обстрелы. Канонада была слышна всю ночь в Авдеевке. Кроме этого, в Ясиноватую боевики стянули танки. Днем стало известно о перемещении еще одной колонны бронетехники. Во время боя в городе находилась и наша съемочная группа. Въезд в город журналистам ограничен. Военные объясняют, на переднем крае режим повышенной опасности. Слышно, как на другом конце Авдеевки с самого утра разрываются снаряды. Если бы не звуки арсиллерии и перестрелки, сложно поверить, что здесь снова опасно. Люди не прячутся в укрытии, а кто-то готовится к празднику. Любимым цветы и под обстрелом надо довести. Сейчас уже не боятся, потому что уже попривыкали все. Вчера хорошо прилетало они в центр старой части. Похоже, как танки. Два танка и минометы 120-го калибра. То, что использует противник, подтвердили и военные. Но местные жители вынуждены оставаться дома и радуются, что чудом остаются целы. Война идет в Авдеевке. Так и хочется запеть песню. Ах, война, что ты подлое сделала. Мы слышим, видим, содрогается все. Но Бог миловал нас. Неделю все время вот это идут бои. Все время. И очень. И вчера, 7-го числа били сильно. И били где-то рядом здесь. Потому что слышно было. Содрогались стены. Улица Ломоносова ведет к окраине Авдеевки. Она пострадала от обстрела больше всего. Где окна прострелены, а где дыры от осколков. Смотрите, вот стенки какие. Вон окно какое. Вот это подарок такой. К нему 8 марта сделали. С дочкой. Вон, все. Вон, а шихоньер, знаете. Я шихоньер побила. Все побила. Насквозь. Хоть батареи не пробила. Это старая Авдеевка. После ночи обстрелов здесь слово слышно, как работает тяжелое вооружение боевиков. Вот там, за холмом, уже Ясиноватая. Минометы сменяют с танковый крупнокалиберный пулемет ДШК. А разведка сообщает, к 20 танкам, которые уже находятся в Ясиноватой, боевики подтягивают еще 15. Из оккупированной Макеевки. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Николай Терещенко. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Госслужащие Донецкой области не смогут посещать оккупированную территорию. Соответствующее распоряжение вступит в действие с завтрашнего дня. Причина запрета, по словам председателя Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебриевского, потенциальная опасность и попытки вербовки украинских чиновников боевиками так называемой ДНР. В руках террористов оказались списки всех работников администрации, по словам Жебриевского. Как эти документы попали к террористам, пока неизвестно. Кадровый скандал в Кабмине правительство выдвинуло на должность семейного обмудсмена Андриана Буковинского, который по утверждению активистов национального ЛГБТ-портала Украины отличается радикальными гомофобными взглядами. Три года назад Буковинский, который, как и сегодня, возглавлял благотворительный фонд «Семья» на одной из пресс-конференций, заявил, цитирую, «Гей-культура ведет к уничтожению мира, а геев и лесбиянок он сравнил с педофилами, некрофилами и зоофилами». Активисты ЛГБТ-портала считают, что назначение такого человека может повлиять на сотрудничество Украины и ЕС. Залишился месяц до нідерландского референдума, где будет решиваться доля угоди Украины и ЕС о том, что они очень значительно уважают правами ЛГБТ. На скандал уже отреагировали в правительстве. По словам Анны Онищенко, министра Кабмина, Буковинский не был назначен омбудсменом, а был только кандидатом, но после скандала премьер решил провести открытый конкурс на эту должность с привлечением ученых и общественности. Глава Минфина Наталья Ереська может стать премьером уже на этой неделе. Об этом сегодня в твиттере написал бывший посол США в Украине Стивен Пайфер, ссылаясь на информацию из Киева. Напомню, сообщения о возможной отставке Арсения Юценюка появились еще 26 февраля, но пресс-службы президента и премьера эту информацию опровергли. Стоп-фуры. Возле Львова опять появились блокпосты, на которых задерживают транзитный грузовой транспорт с российскими номерными знаками. Кто на этот раз решил пропиариться на теме транспортной блокады, выясняли наши корреспонденты. Международная трасса Киев-ЧОП, объездная дорога, на обочине палатка, возле которой дежурит 6 человек. Ждут российские фуры. Это уже не общественные активисты. Акция политическая. На палатке логотип свободы. Палатку установили ранним утром. Сразу за ней припарковали машину, где греются и перекусывают. Дождичка особо. Сало, мясо. Маем чай, бутерброды. Как греемся. Спиртного не вживаем. Пока ни одна фура с российскими номерами с утра здесь не проезжала. А вот вчера в селе Малые Подлески, это в 30 километрах от Львова, на таком же блокпосту, тоже свободовцы, задержали два десятка российских грузовиков. Там их продержали целый день. Но вечером все-таки пропустили. В сопровождении патрулей. Сегодня полицейские с самого утра контролируют действия активистов. Предупредили, если те будут ходить по переходу и блокировать движение машин, а штрафуют. Это административное правопорушение. Это вынести протокол, вынести штраф. Сейчас есть минимальный штраф, потому что выписывается выключенный минимальный штраф. 51 гривня. Несмотря на предупреждение о том, что их действия незаконны, участники блокады заявили, мол, штрафов не боятся. И российские фуры, как только увидят, будут все-таки тормозить. Покидать блокпост не намерены. Ожидают, что дальнобойщики начнут подъезжать с наступлением темноты. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Львовская область. На Мариупольском направлении украинские войска держат в постоянном напряжении вражеские снайперы. Продолжаются обстрелы из минометов и тяжелой артиллерии. На позициях побывал наш военный корреспондент Александр Пантелеймонов. О том, как бойцы поздравляют своих любимых с праздником, смотрите в его материале. Позиции в Гнутово под обстрелом практически каждый день. Минометы, стрелковое оружие. Но больше всего достраждают вражеские снайперы. За вчерашний день они дважды обстреляли позиции из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов. Активно работает снайпер. Чтобы попасть с одной позиции на другую, нужно скрытно передвигаться по траншее. Буквально можно на пару сантиметров показаться в поле зрения снайпера и тут же получить крупнокалиберную пулю. Если надеяться, что если там он стреляет, перейти в другое место, то это не значит, что там может быть другой снайпер. К счастью, нам удалось без происшествий добраться до точки назначения. Пришлось пройти около 200 метров по траншеям. Нужно сказать, что такой бег в полусогнанном состоянии очень утомляет. Но ребятам приходится вот так вот бегать по несколько раз в день. Активность вражеских наемников можно было бы подавить, но наши военные не открывают огонь без крайней необходимости. Пользуясь безнаказанностью, противник иногда подходит совсем близко. Самое, допустим, плохое, что у нас здесь на позиции, что подходит снайпера, допустим, вот если в разрез метров 400-500 к нам подходит, начинает, открывает огонь, причем работает группа снайпера. Этой ночью здесь на позициях боевиков пришлось отгонять ответным огнем. Вражеские разведчики подошли совсем близко, правда потом едва ноги унесли. Несмотря на постоянное напряжение, ребята настроены положительно, ведь знают, им есть кого защищать. Любимые жены и дочери, мы вас очень любим, мы вас очень хотим увидеть, мы обязательно к вам вернемся. Любимые наши женщины, поздравляю вас с праздником. Оставайтесь такими же красивыми и ждите нас домой. Александр Пантелеймонов, Максим Чеблин и Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер. Нидерланды пообещали обнародовать в ближайшее время координаты места запуска ракеты, сбившей малазийский Боинг над Донбассом. Об этом после встречи с родственниками погибших заявил голландский прокурор Фред Вестербеке, который возглавляет международную группу по расследованию этой катастрофы. В частности, он отметил, что следователи уже получили всю необходимую информацию от Соединенных Штатов и расследование близится к концу. Ранее голландцы подтвердили, что малазийский Боинг был сбит ракетой «Земля-воздух» из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Перестрелка на границе с Крымом. Этой ночью, неподалеку от таможенно-пограничного КПП, полицейский открыл огонь по бойцу батальона «Айдар». Что заставило его применить оружие, все подробности узнаем у Кирилла Ющишина. Все произошло около часа ночи. Боец Айдара с позывным «Татарин» вместе со знакомой отдыхали в вагончике кафе буквально в 20 метрах от таможенно-пограничного КПП. Пограничники не на камеру рассказывают, Айдаровец ни с того ни с сего начал приставать к женщине, которая пешком перешла границу со стороны Крыма, отобрал и порвал ее украинский паспорт и даже угрожал оружием. Полиция эту ситуацию описывает сдержанно и подчеркивает, Айдаровец был в нетрезвом состоянии. У женщины, жительницы города Симферополя, произошел конфликт с одним из участников гражданской блокады Крыма по вопросу ее пребывания на территории Украины. Есть признаки алкогольного опьянения. В справке это указано. Взятые анализы направлены на экспертизу. Женщина бросилась за помощью к пограничникам. Те вызвали стражи порядка. Приехала оперативная группа Каланчатского отделения полиции в сопровождении спецназовцев батальона «Херсон». С началом гражданской блокады Крыма на пограничных территориях полицейские патрули усилили спецназом именно из-за подобных случаев. Правоохранители пытались словами успокоить пьяного дебошира, но тот достал пистолет и направил на полицейского спецназовца. Боец спецподразделения открыл огонь из автомата первым. Прострелил дебоширу оба колена. Сам Татарин утверждает, пистолет доставал, чтобы показать пустую обойму. Я говорю, у меня пистолет без патронов. Я реально, у меня где-то два патрона не было в пистолете. То есть пистолет был, он больше для показухи, потому что патронов не было. Ну и все. Второму говорю, ты чего, говорю, руку на крючке держишь? Я говорю, я не опасен. Раздроблено колено. А второе на вылет прошло поле. А женщины, которые вызвала полицию, он якобы вообще не видел. Впрочем, мы тоже не смогли пообщаться с главным свидетелем. Перепуганная крымчанка сразу после инцидента уехала. Айдаровец планирует подать в суд на полицейских. Я, во-первых, просто физически пострадал. И еще я должен заявить за то, что он идиот, еще нести уголовную ответственность. Ну и так, ребят, не пройдет, уже надоело. В отношении Татарина открыли сразу два уголовных производства. За препятствия сотрудникам полиции и нелегальное хранение оружия. Его взяли под стражу прямо в больничной палате. Кирилл Ющишин, Богдан Иванов. Подробности телеканал Интер. Херсонская область. Со всей серьезностью подошли к празднованию 8 марта в Харькове. Несколько десятков девушек собрались на площади, которая ранее носила имя Роза Люксембург. Под какими лозунгами маршировали активистки, узнаем у Лидии Калининой. Никаких цветов и подарков. Эти девушки к 8 марта отнеслись серьезно. С черно-фиолетовыми флагами, символами анархисток, феминисток. Они решили пройти маршем, чтобы привлечь внимание горожан к теме насилия в семьях и фактам экономической дискриминации слабого пола. Это марш женской солидарности. И это марш солидарности с женщинами вокруг темы насилия. Для того, чтобы сделать эту тему проговариваемой, публичной. И вынести этот ссор из избы. Большинство участниц акции, совсем молодые девушки, сами с дискриминацией и семейным насилием, признают, не сталкивались. Но ссылаются на социсследования, мол, ежедневно 4 миллиона украинок от этого страдают. Я отримала сегодня квиты. Хотя сегодня не день матери, а не еще особенный день. В прошлой ночи он бил в меня снова. И в этот раз это было намного страшнее, чем раньше. Дорогу феминисткам преградили парни всклонскими носами, намерены указать эмансипированным женщинам на их место. Впрочем, почти сразу сторонники патриархата присоединяются к участникам марша. Оказывается, все это часть программы. Правда, противники у феминисток все же есть. В прошлый раз девушки проводили акцию 14 февраля. Тогда на них напали. Сегодня многие прячут лица под масками. Готовимся к нападению, которое может быть со стороны ультоправых. Они считают, что традиционные семейные патриархальные ценности это намного важнее, чем свобода, равенство и солидарность. Упасения феминисток были небезосновательны. На другой стороне улицы появляются парни в балаклавах. И это уже не актеры. Вы же не выйдешь нас снимать, дядя? Нет. С камерой лисишься. Но подойти и напасть радикалы не решились. Марширующих сопровождают правоохранители. А после завершения акции, чтобы не столкнуться со своими идеологическими противниками, феминистки уезжают все вместе на одном автобусе под присмотром полиции. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. Скандальный тест. Одна из самых влиятельных и успешных теннисисток нашего времени. Мария Шарапова сегодня в присутствии десятков журналистов призналась в употреблении допинга. Как Шарапова оказалась в такой ситуации и станет ли это концом ее блестящей карьеры, разбиралась София Гордиенко. Ее карьера была похожа на сказку переезд из России в Америку в 9 лет, в 12 уже собственных агентов, 17 победа на Уимблдоне. Мария Шарапова моментально стала брендом. Большой бизнес любит большие победы в сочетании с красотой. Теннисистка, лицо швейцарских часов, роскошных автомобилей и спортивной марки Nike. В журнале Forbes на первой строчке самых состоятельных спортсменок мира. Как узнали вчера журналисты, этот статус ей стоил очень дорого. Когда я собрала вас здесь, вы подумали, что я сообщу о своем уходе из спорта, но я точно сделала бы это не в Лос-Анджелесском отеле с такими ужасными коврами. Она призналась во всем виновата сама. Уже несколько лет принимает препарат, который раньше и допингом не считался. А с 1 января этого года попал запрещенный список. Препарат называется Мелдронат, активное вещество Медлониум. Я получила письмо в декабре со списком лекарственных средств, запрещенных в следующем году. Но я это письмо не открыла. Шарапова не первая жертва Мельдониума. С начала 2016-го его выявили у российских фигуристки и велосипедистов, и даже у наших биатлонистов. Ольги Абрамовой и Артема Тыщенко. Оля, оля, до конца, оп! Изобретение рижского исследователя Иварса Каллинса уже несколько лет находится в списке подозрительных. Защищая сердце от чрезмерных перегрузок, здоровому человеку оно не нужно, а инфарктнику в самый раз. Больше всего мне нравится, когда люди подходят и благодарят меня. По словам Шарапова, лекарства и прописал семейный врач. Что странно, Мельдониум в Западной Европе и США не сертифицирован. Мир спорта разделился. Одни Шарапову поддерживают, другие осуждают. Сама она просит дать ей еще один шанс. Даже если федерация тенниса и согласится, и через пару месяцев дисквалификации теннисистка вернется на корт, большой бизнес от Марии уже отказался. Просто красота, без успеха, ни корпорацию Найк, ни Порше, ни швейцарского часовщика не интересует. После заявления о приеме допинга они разорвались Шараповой контракты. София Гордиенко, подробности, Европейское бюро телеканала Интер. Удалось ли Европе решить проблему мигрантов чужими руками? Чем закончился экстренный саммит Евросоюз-Турции в Брюсселе? И чего хочет Анкара взамен на готовность помочь европейцам справиться с этим кризисом? Все подробности у Татьяны Лагуновой. Брюссельские переговоры затянулись далеко за полночь, когда представители ЕС и Турции вышли к журналистам. Уже начинался новый день. Сначала я бы хотел объявить, что лидеры ЕС приняли решение, которое позволит остановить поток мигрантов по балканскому маршруту. Речь идет о предложении, которое в Брюссель привез турецкий премьер. Анкара готова принимать обратно беженцев, нелегально попавших из Турции в Грецию. Взамен Евросоюз обязуется предоставлять убежище мигрантам, которые уже живут в лагерях на территории Турции. Один к одному. Предложение турецкого премьера, если оно будет реализовано, может стать прорывом. Но и это еще не все. Анкара просит у Брюсселя 6 миллиардов евро на содержание мигрантов. Отмену виз уже этим летом и ускорение переговора во вступлении в ЕС. В Европе торговаться готовы не все. Либерализация визового режима может произойти в июне, если будут выполнены все критерии. Там 72 пункта. Главный итог саммита в Брюсселе. Договорились в общих чертах. Над деталями еще будут работать. Переговоры между Евросоюзом и Турцией продолжатся буквально через неделю. Следующий саммит уже запланирован. Встреча пройдет 17 и 18 марта. И еще ряд решений из Брюсселя. Лидеры ЕС согласились не перекрывать полностью балканский маршрут. И постепенно отменять контроль на внутренних границах, чтобы снова заработал Шенген. И пообещали финансово помочь Греции, которая еле справляется с наплывом мигрантов. В Калифорнии с рельсов сошел поезд с двумя сотнями человек на борту. Происшествие вызвало у пассажиров панику. Один из вагонов рухнул в реку с сильным течением. Пострадали по меньшей мере 14 человек. Сейчас их жизням уже ничего не угрожает. А причины аварии выясняются. Третьей партии не будет. Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, вопреки ожиданиям, решил не баллотироваться в президенты США независимым кандидатом. В Америке это называется баллотироваться от третьей партии. Между тем, сегодня там проходят очередные праймарис. Обо всем подробнее наш собственный корреспондент в США Тихон Зитко. Новой интриги этих выборов, которая могла появиться в случае выдвижения Майкла Блумберга к кандидатам, не будет. Он всерьез рассматривал такую возможность. Его команда проводила исследования и выясняла настроение избирателей. В итоге было принято решение от выдвижения отказаться. Об этом миллиардер, бывший мэр Нью-Йорка, написал в колонке, опубликованной на сайте Bloomberg View. Он заявляет, что может одержать победу в нескольких штатах, но необходимое для общей победы количество выборщиков набрать не сможет. В этом случае решать, кто будет президентом, должен будет Конгресс. Таким образом, пишет Bloomberg, его выдвижение сыграет на руку одному из лидеров республиканской гонки, Дональду Трампу или сенатору Теду Крузу. А это, цитирую, риск, который я не готов принять. Тем временем, кандидаты, которые участвуют в гонке, сегодня борются за голоса избирателей на внутрипартийных выборах в очередных штатах. У республиканцев сегодня праймерис в четырех штатах, у демократов в двух. Наибольший интерес вызывает голосование в Мичигане. Это первый промышленный штат, где проводится внутрипартийное голосование. Следовательно, это проверка, за кого отдадут свои голоса белые представители рабочего класса, так называемые «синие воротнички». Считается, что среди них популярен лидер республиканской гонки Дональд Трамп. Сегодня станет понятно, так ли это, или же его ближайший оппонент, сенатор от штата Техас Тед Круз, который отстает по числу голосов, сможет составить ему конкуренцию. У демократов, напомню, лидирует бывший госсекретарь Хиллари Клинтон. И сегодня она может еще больше увеличить отрыв от своего оппонента, сенатора Берни Сандерса. Тихон Зитко, Сергей Еременко. Подробности Американское бюро телеканала Интер. Иерусалим и Вашингтон снова в ссоре. Дошло до того, что премьер Бениамин Нетаньяху даже отменил свой визит за океан. Что не поделили сверхдержавой еврейское государство на этот раз, расскажет Сергей Ауслендер. Он в Израиле. Бениамин Нетаньяху в Соединенные Штаты не полетит. Официальный визит отменен. Казалось бы, а что тут такого? По версии израильской стороны, американцы просто не смогли подстроиться под рабочий график премьер-министра. Вроде бывает, но в том-то и штука, что не бывает. Поездки такого рода согласовывают месяцами, если не годами. Учитывают самые разные мелочи. От погоды до пробок на улицах, а тут вдруг не смогли подстроиться. Госдепартамент США уже выразил удивление отменой визита. В окружении Нетаньяху говорят, что премьер сейчас не хочет ехать в Штаты, чтобы даже косвенно не участвовать там в политических процессах. При этом глава кабинета заверяет, что дружба с Америкой крепка, как никогда, но на всякий случай добавляет, дружить будем со всеми. На этой неделе состоится визит в Израиль нашего друга, вице-президента США Джо Байдена. Это свидетельствует о незыблемости отношений между Израилем и его союзником США. Некоторые уже пророчили этим отношением полный крах. Но наши отношения крепки во всем, во всех областях и плоскостях. Должен сказать, что параллельно с Соединенными Штатами мы строим отношения и со многими странами мира. Насчет крепки, как никогда, премьер-министр, конечно, преувеличил. С тех пор, как в Белом доме поселился Барак Обама, отношения двух стран переживают, пожалуй, самый серьезный кризис в своей истории. Сейчас, напоследок, уже уходя, Обама, что называется, решил громко хлопнуть дверь. Его администрация готовится поддержать резолюцию ООН, запрещающую Израилю строительство на Западном берегу и в Иерусалиме. Иначе санкции какие, пока сказать сложно, скорее всего, экономически. Но вот в плане безопасности Штаты продолжают поддерживать Израиль. Объемы военной помощи не снижаются, а только растут. В прошлом году Иерусалим получил оружие и боевой техники на 3 миллиарда долларов. В этом году получит больше. Но, конечно, будущее отношения двух стран зависит от того, кто же сменит Барака Обаму на посту президента. Сергей Услендер, Алена Боярская, подробности, телеканал Интер, Израиль. Японские чиновники к 8 марта сделали особенный подарок женщинам. Какой? Об этом и не только в нашем обзоре. Природа побаловала британцев с ног шибательным зрелищем. Небо над туманным альвионом озарило северное сияние. Если обычно красочные вспышки света наблюдают в Шотландии, то сейчас зелено-красные переливы были видны в центре и на юге Великобритании. Северное или полярное сияние, которое называют Аврора Бориалис, это свечение верхних слоев атмосферы под воздействием заряженных частиц солнечного ветра. Полное солнечное затмение ожидает жителей Земли уже завтра. Наблюдать его можно будет на островах Тихого океана и Юго-Восточной Азии. В Индонезию и Таиланд уже съезжаются толпы туристов и занимаются телескопами лучшие места. Ведь Луна полностью закроет Солнце на 4 минуты и 9 секунд. В следующий раз такое произойдет только через полтора года. Нелегкая эта работа – из болота тянуть огромного слона. В Кении самец провалился в небольшое озерцо и застрял в трясине. Почти сутки местные жители пытались вытащить слона из грязи. Не помогли ни веревки, ни автомобили. Чтобы животное не умерло от жажды, его поили водой. Когда яму забросали сухой землей и почва стала более твердой, слон сам смог выбраться из ловушки. Электронный отпечаток пальца – новое изобретение итальянских ученых. Поможет людям без конечностей. Отпечатки можно крепить к протезам, что сделает их чувствительными. Как показывают тесты, в 96% случаев люди могут прикосновением распознать грубую и гладкую поверхность. Электронная пленка соединяется с рецепторами мозга с помощью иголок. Технологию уже называют революционной и планируют ввести на коммерческий рынок. Развелась и сразу замуж. В Японии отменили столетний закон, по которому женщина не могла повторно вступить в брак полгода после развода. Теперь запрет действует всего на 100 дней. А если есть справка, что дама не беременна, то и вовсе снимается. Устаревший закон помогал определить отсутствие ребенка, если тот рождался не от законного мужа. Подобные правила действовали в Германии, Франции, Южной Корее. Но везде были отменены. На острове Маврики отмечают фестиваль Махашиваратри. Это главная ночь в году, когда все почести воздают исключительно Богу Шиве. Верующие рассказывают друг другу историю о нем и поют гимны в его честь. Тем, кто выдерживает и не уснет до утра, обещано процветание и место в раю. Также в эту ночь, якобы, любая медитация имеет во сто раз большую силу. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности Юэй. Я прощаюсь с вами до завтра и желаю только хороших новостей. Субтитры создавал DimaTorzok